Приветствую еще раз, дорогие друзья! Мы сразу перейдем к проповеди Слова Божия. Откройте со мной послание филиппийцам, вторую главу. Мы сегодня будем смотреть на первые четыре стиха. Филиппийцам, вторая глава, первые четыре стиха. Выслушаем слова Бога. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрению почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Отрывок, который мы прочитали, является, как я это вижу, один из самых главных и ясных и прямых текстов в Новом Завете о единстве. Это одна из важнейших сфер христианства, где очень часто многие христиане терпят много падений и искушений. Когда человек приходит к Богу в покаянии, осознавая, что Бог он святой, он праведный, он любящий, он оказывает зло, то происходит чудо. Этого человека природа, она меняется. Раньше все было только о себе. Было о своей выгоде. Этот человек думает о своем удовлетворении. Все о себе. А после встречи со Христом, его характеризует смирение и любовь. То есть больше он не думает о себе. Он думает о себе вообще невысоко. И им владеет смирение перед Богом и перед людьми. Почему? Во-первых, потому что христианин понимает, что сам Бог такой. Он понимает, что Бог един. И внутри даже троицы мы видим, что там есть гармония, нет ссор. Он также не только любит, но сам Бог, он и есть любовь. Он сострадателен, милосерд. А во-вторых, христианин понимает, что дети Бога, они будут отражать Божью природу. И он будет хотеть так жить. Это что делает новая природа. Но интересно, что когда мы смотрим на историю, интересно заметить, что христианская вера, которая построена на этом любви, и построена на мире, на сострадательности, на понимании, доброте, она имеет очень длинную историю зла, ненависти, убийств, войн и так далее. Много зла было сделано во имя христианства. Мы видим это и в средних веках, и раньше, и позже. Сколько людей пострадали из-за отсутствия смирения. Сколько конфликтов, разделений, разводов, разрушенных отношений из-за отсутствия единства. Особенно на уровне местной церкви. И можно сказать, ну, люди, которые так себя ведут, которые так реагируют, они, наверное, невозрожденные. И в каком-то смысле, может быть, да, это правда. Некоторые люди, которые так живут и так реагируют, они, наверное, не имеют новую природу. Но мы также понимаем из Писания, что хотя природа и желания поменялись, верующие люди все же остаются в греховном теле. Тело, которое имеет свое влияние. То есть верующие могут и, наверное, будут конфликтовать, но их новая природа всегда будет их толкать к смирению, к любви и к единству. Вот почему Павлу так приходилось часто поощрять, призывать и даже приказывать церквям быть едиными. Он знал, что там есть верующие люди, и он понимал важность смирения и опасность его отсутствия. И он делал все, что он мог, чтобы напоминать людям истины, предупредить их об этих опасностях. Посмотрите на несколько примеров. В Римлянам 15 глава Павел призывает римлянам жить так. «Бог же терпения и утешения додарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому принимайте друг друга, как Ирхистос принял вас в славу Божью». 1 Коринфянам 1.10 Павел также говорит, «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделения, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Так и в этом послании к филиппийской церкви Дух Святой через Павла не только дает предупреждение или предложение, то есть так жить, но он именно призывает и даже приказывает жить в единстве. И он не просто дает приказ «живите в единстве», но Павел здесь он разжевывает и объясняет, что такое единство, как оно выглядит и чем оно движимо. Если прочитать все послания, то мы увидим, что церковь в Филиппах была сравнительно хорошей. В ней не было ни таких серьезных проблем, как мы видим в других посланиях. У них не было доктринальных вопросов или ересей, с которыми они боролись, как, например, Галаты. У них не было моральных греков, которые проникли в общество, как, например, в Коринфе. По всей видимости, они много поддерживали Павла в его миссии проповедовать Евангелие. Павел их очень любил, мы это видим, и часто о них молился. Но важно заметить, даже хорошие церкви могут иметь слабости. И наверняка в Филиппах это было трение или конфликты. Один из примеров этого мы видим в 4 главе, где Павел даже публично наставляет двух женщин, двух сестер, у которых был какой-то личный конфликт, чтобы они помирились, потому что это как-то отражалось на всю общину. И пример филиппийской церкви, он показывает нам, что даже у хороших, доктрино-уверенных, твердых, с экспозиционными проповедями, даже в таких церквях может отсутствовать единство. И если конкретнее, то почему-то именно этот грех вкрадается в церкви, когда во всех остальных сферах жизни все хорошо. Заметьте это. Уильям Баркли, один комментатор на Библию, сказал так об филиппийской церкви. Он сказал, единственная опасность, которая угрожала филиппийской церкви, заключалась в разобщенности. Разобщенности. В каком-то смысле это представляет опасность для каждой здоровой церкви. Именно тогда, когда люди действительно серьезные, когда их убеждения действительно важны для них, они склонны восставать друг против друга. Чем больше их энтузиазм, тем больше опасность того, что они могут столкнуться. Именно от этой опасности Павел хотел уберечь своих друзей. Недавно на днях я со своей старшей дочкой развивали наши знания. Мы смотрели разные видео о зверях. И я откнулся на один очень интересный, шокирующий ролик об одной рыбе, которая ест птиц. Это нереальная картина о том, как рыба 100 паунд вылетает из воды, ловит птицу на ходу и затягивает ее под воду, чтобы она там потонула, и потом она ее ест. Оказывается, что есть некоторые маленькие острова в Индийском океане, где раз в год прилетают птицы, и там они рожают птенцов. Когда эти птенцы крепнут, родители учат этих птенцов летать. Но из-за того, что они еще слабенькие, после некоторого времени эти птенцы садятся на воду или они просто низко летят, чтобы передохнуть. И там, если они неаккуратны, их ожидает смерть. И что интересно, родители, как документальные режиссеры говорили, они смотрели о том, как родители летали над этими птенцами и кричали им, чтобы они встали с воды. Они напоминали или предупреждали своих малышей, о том, что там есть опасность. И те, кто слушались, они оставались в живых. А те, кто не слушали предупреждения, они гибнули. Друзья, это наше предупреждение. Если мы зрелые, мы послушаемся. И я не хочу сказать, что в нашей церкви у нас есть проблема конфликтов или проблема разделения, но именно что Павел здесь подчеркивает, это предупреждение о том, что есть опасность. Есть опасность в хорошей церкви, прийти к тому, что везде будет хорошо, албами будут биться. Друзья, если мы незрелые, если мы будем считать, что опасности нет никакой еще, все нормально, то гордость, конфликты, разобщенность, они придут внезапно, и они просто сожрут нас, когда мы этого не ожидаем. И уже будет не поздно об этом проповедовать, но будет намного тяжелее об этом проповедовать. Наша ответственность, друзья, услышать эту истину и правильно к ней среагировать. В этом отрывке Павел нам показывает три характеристики Объединенной Церкви. И с помощью Духа Святого я надеюсь, что мы можем честно проверить нашу жизнь и применить эти истины, чтобы не разрывать Церковь Божью, а наоборот, всегда держать ее вместе с помощью смирения. Итак, первая характеристика Объединенной Церкви касается ее мотивации. Чем движима такая Церковь? Что для нее является мотивацией? Чем она мотивирована? Это мы видим в первом стихе. Она мотивирована Евангелием. Смотрите со мной. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность. Нам, как людям, нам свойственно не делать что-то, когда нет мотивации. Например, ты поздно лег спать, на работу надо рано вставать, ты тянешь ноги, не хочешь вставать, нет мотивации. Ну, хотя бы какая-то есть тебе дают зарплату. Ну, скажем, тяжелее ситуация, когда тебе нужно рано встать, чтобы пойти, например, в спортзал. Там уже мотивация чуть потяжелее найти это. И когда Павел пишет в филиппийской церкви и приказывает им жить в единстве, он не оставляет их без мотивации. Он говорит, у них есть где найти этот бензин, где найти эту силу. И важно подметить, что слово «если» здесь не значит, что Павел как-то сомневается в чем-то. Как будто он говорит, ну, есть у вас вообще утешение во Христе или есть у вас отрада любви. Нет, в греческом языке такая интересная грамматика есть, которая показывает, он может говорить, он использует это слово «если», чтобы констатировать факт, а не сомневаться. То есть по-другому это можно перевести «поскольку» или «потому что у вас есть утешение во Христе», «потому что у вас есть отрада любви» и остальные, то он говорит «дополните мою радость». Он базирует нашу мотивацию на фактах. Не то, что мы чувствуем. То, что реально есть у каждого верующего человека и у каждого, кто имеет мир со своим Спасителем. И здесь мы видим четыре принципа Евангелия, которые мотивируют Церковь Божию стремиться к единству. Давайте на них быстро посмотрим. Первое, что он говорит, он говорит «у вас есть», «потому что у вас есть утешение во Христе», «живите в единстве». В оригинале это слово, которое в корне значит «встать рядом с кем-то» или «оказать кому-то помощь, предложив утешение, совет или увещевание». Используя то же самое слово, Иисус в Иоанна 14 главе, он называет Духа Святого утешителем, который придет и прибудет с нами вовек. Мы видим и читаем, что в Римлянам 8 главе каждый верующий человек имеет Духа Святого, который в нем живет. И самое сильное и мощное утешение исходит от самого Духа, который живет в нас. Павел другими словами говорит, друзья, Бог принес вам утешение. Я думаю, каждый из нас может с этим согласиться, что без Бога утешение не существует. Утешение в чем? Утешение в том, если у нас будет разделение смерти. Утешение в том, что я не должен встретиться с Богом и Его гневом. У меня есть мир на душе, у меня есть покой и ободрение во Христе. И Павел говорит, разве божественное влияние Христа в вашей жизни не должно заставить вас сохранять единство, которое так дорого Ему? Сам Христос даже, когда Он был на этой земле, Он молился в Иоанна 17 главе, в своей перевсоченнической молитве, где Он молился о том, чтобы Его дети находились всегда в единстве. Он понимал и знал, что это важно. И что будет искушение не впадать, то есть не иметь единства. Первая мотивация, которую Он призывает нас смотреть, верующих людей, которые имеют мир с Богом, имеют это утешение, Он говорит, сделайте ответную реакцию. Не чтобы отплатить Богу, потому что мы никогда не сможем отплатить Ему, но делать из-за благодарения Ему, за что Он нам сделал. То есть я буду стремиться к единству, у меня есть мотивация к единству, потому что я имею утешителя, которые рядом со мной находятся, и я могу теперь утешить и молиться, и помогать, и давать совет, и увещевать тех братьев и сестер, которые находятся вокруг меня. Второе, Он говорит, то, что тоже помогает единству, это отрада любви. Отрада — это слово, которое мы нечасто слышим или используем, но оно значит то, что доставляет удовольствие или радость. В оригинале оно очень похоже на первое слово, encouragement, утешение. Но здесь идет как бы больше, развивается значение слова, говорит о тесном разговоре с кем-то, с дополнительной целью дать комфорт и утешение. Божья утешительная любовь проявляется через Его Сына Иисуса Христа. Я думаю, это не случайно было слышать о Евангелии в воскресенье, потому что оно сейчас сюда очень сильно подходит. Божья утешительная любовь проявляется через Его Сына Иисуса Христа. Если Бог меня любит, то как я не могу любить тех, кто находится вокруг меня, особенно тех, кто называются Его детьми? В Римлянам 5.5 Павел говорит так, «А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, святым данным нам». Три стиха спустя, в восьмом стихе, он говорит о том, что Бог доказывает свою любовь к нам, как, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот где есть эта отрада, где я могу находить удовлетворение, где я нахожу мотивацию любить людей, которые находятся вокруг меня. Почему? Потому что меня Бог сначала возлюбил. И я не был хороший, я не был послушный, я не был святой, я не был совершенным, но все равно Бог показал эту любовь мне. И получается, если я его дитя, я люблю его, я хочу делать то, что он хочет, то, что его воля, и я буду отражать эту любовь, отражать эту любовь к людям, которые находятся вокруг меня. Его любовь, она дает нам удовольствие, она дает нам радость, комфорт, утешение. Я не враждую против Бога, я его не враг. Он взял меня из царства тьмы и перевел меня в царство света. Я его сын, я не должен бояться греха, последствия греха, я не должен бояться смерти, я не должен бояться ада, сатаны, его сил. Все мои грехи покрыты в нем, и даже если я согрешу, первое, оно написано о том, что я могу прийти к нему, и он меня простит, только потому что, он говорит, что он простит именно из-за того, кто он является. И потому что это правда, теперь иди, Павел говорит, и показывает эту любовь своим братьям и сестрам. Третье, он говорит, у нас есть общение духа. Здесь слово дух должно у нас быть с большой буквы, так как оно относится к духу святому. Общение – это знакомое слово, каинония, которое мы уже не раз слышали, что значит тесная связь, включающая тоже самые интересы и значит разделять с кем-то жизнь. Это не просто друзья, это не просто сесть с кем-то чай попить, но это тесная связь, которая включает в себя то же самое интересы и включает в себя разделять жизнь. Друзья, Дух Святой, Он делает много работы в нашей жизни. Он нас призывает, Он источник нашей силы, Он источник наших духовных даров, духовных плодов, Он печать или доказательство нашего спасения, Он помогает в наших слабостях и даже молится за нас, когда я не знаю, как молиться моему Отцу. Препятствовать духовному единству или быть безразличным к Нему значит одновременно огорчать Духа и угошать Его работу. Посмотрите, в Фессианам 4,30 говорится так, «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». В 1 Фессалоникийцам 5,19 Павел говорит, «Духа не угошайте». И оба этих стихах, они находятся в контексте отношений верующих людей в церкви. Павел раньше напомнил Коринфской церкви, 1 Коринфянам 12,13, чтобы все мы одним Духом, которые крестились в одно тело, иудеи или или елены, рабы или свободные, все напоены одним Духом. Мы находимся в одном общении. Мы можем находить что-то общее, потому что мы одни все во Христе. Я один пример слышал, давно было, наверное, да, я не буду говорить именно о братьях, чтобы их никак, может, не позорить, но один брат мне, хороший друг, подходит и говорит, «Знаешь, я об этом думал, что если не Христос, то я бы никогда не дружил бы с Виталикой Шипой». Он говорит, «У нас ничего с ним общего нету». И мне так интересно было, смешно это слышать, потому что все мы разные. Я могу сказать это, наверное, о каждом из нас, и можете сказать это обо мне. Я бы никогда с вами, или вы, может быть, со мной никогда не дружили бы, и мы никогда не находились бы в одной общине, ничто бы нас не держало вместе, если не общение Духа, то, что Бог нас соединил вместе, сделал нас одной семьей. Самая правильная реакция верующих людей на эти истины, должна стать убедительная мотивация сохранять единство, всегда стремясь к миру. И четвертое, последнее, которое мы здесь видим, мотивация, это милосердие и сострадательность. Два очень интересных слова. Милосердие в английском мы видим, как переводится, как affection, то есть привязанность. В оригинале это слово буквально значило внутренности или кишки и обозначало место, откуда исходят эмоции. Это слово иногда использовалось в связи с глубокой личной тоской, особенно по тем, кого горячо любят. Павел использует это слово, когда говорит филиппийцам в первой главе, восьмом стихе, «Бог свидетель, что я люблю». Вот это слово «long for», вот эта глубокая личная тоска, «Я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». Сострадательность – это проявление беспокойства по поводу чужого несчастья, показать жалость, показать милосердие. И именно такую сострадательность показал нам Бог, когда не истребил нас с лица земли, когда мы только вот родились. Но Он нам дал то, чего мы были вообще недостойны, Он нам дал второй шанс. Павел говорит здесь, что если у вас есть милосердие или привязанность и сострадание от самого Бога, и оно есть, потому что если мы говорим, мы верующие, мы верим в Евангелие, Евангелие добровестная принесла это нам, то это должно нас мотивировать делать то же самое другим верующим людям даже тогда, когда они, может быть, его не заслуживают. Друзья, давайте проверим нашу мотивацию. Если нет единства, то проблема не в людях, а проблема в том, что я, наверное, не живу Евангелем, и у меня нет мотивации. Я или я слаб, я или обленился как-то, или я вообще невозрожденный человек. Здесь важно знание Евангелия, убеждение в нем. Это не эмоции. Те, которые будут сегодня, а завтра уйдут. Эмоции не могут нам дать длинную или долгую мотивацию. Нам нужны крепкие убеждения, факты, которые бы дали нам тот бензин, ту силу внутри стремиться к единству. Бог мне столько много сделал в моей жизни, как я не могу это показать братьям и сестрам, те, которые находятся вокруг меня. Друзья, это наша мотивация. Я нахожу ее только в Евангелии. Это что значит жить практически Евангелем, о чем мы только молились недавно. Итак, мотивация. Она приводит нас к второй характеристике Объединенной Церкви. Объединенная Церковь, она имеет одно мышление. После того, как он объяснил, чем Церковь должна быть мотивирована, Павел объясняет, что именно единство значит. Будьте мотивированы для единства, а теперь будьте едины, и вот что оно значит. Он говорит во втором стихе, «То дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Конечно, нет сильнее мотивации, чем мотивация Божьей любви и благодати и милости. Но Павел, интересно, здесь вставляет личную просьбу. Он говорит, «Если все это правда, будьте единодушны и дополните мою радость». То есть сделайте мою радость полной. Ничего нет радости для пастыря, служителя, услышать или увидеть, что его паства, его дети, его люди живут в единстве. У него уже есть радость во Христе. Павелу больше не нужно. Но если филиппийцы будут иметь одни мысли, то он будет еще радостнее. Очень важно отметить одну деталь, которая не видна в нашем переводе. Самая главная мысль этого стиха, самый главный глагол здесь – это «дополните мою радость». «Make my joy complete». А через единомыслие – это как именно можно дополнить его радость. То есть он говорит, «дополните мою радость», как именно имейте одни мысли. А все остальные глаголы, которые мы видим здесь, из них три, они помогают или объясняют, как именно выглядит иметь одни мысли. Буквально этот стих звучит так. «Сделайте мою радость полной или совершенной через одинаковые мысли, сохраняя одну и ту же любовь, будучи единым духом и стремясь или думая об одной цели». Слово «мысли» буквально здесь значит думать то же самое. И это не значит, чтобы мы все всегда думали об одном и том же. Это невозможно. Но здесь именно он говорит о мышлении. Акцент на то, чтобы не мыслить, именно иметь то же самое мысли, потому что мы все разные, мы мыслим разные, но чтобы у нас было одно стремление, одно мышление, mindset по сравнению с thoughts. Все мы разные, с разным опытом, желаниями, интересами, но акцент именно на то, чтобы активно стремиться к общему пониманию и искренним согласию. Поэтому лучше бы перевести это слово как мышление. Цель – не сделать церковь с людьми, которые думают одинаково. Группа много роботов. И, кстати, здесь речь даже не идет о доктрине. Не думайте или не имеете одну и ту же самую доктрину, потому что очень часто вопросы и несогласия о доктрине, они являются очень маленькой частью конфликтов и разделений в церкви. Конечно, мы не говорим о самых главных, о том, что есть Христос, это Спаситель, Он Бог, и через Него мы только имеем доступ к Богу. Я не об этом. Но чтобы мы помнили, что здесь не говорится о доктрине. Это не факты, а это мнение. Цель – сделать церковь с людьми, которые имеют правильное мышление, единое мышление, которые правильно смотрят на мир и во свете этого мышления правильно поступают. Это почему этот пункт, я заглавил, имеет одно мышление. Мысли исходят из мышления. Какой у тебя настрой, какая у тебя философия жизни, такие будут и мысли. О чем здесь Павел говорит тогда? Как это мышление должно выглядеть? Во-первых, все действия, мысли, решения, высказывания, поправки, буквально вся жизнь, все должно быть сделано с любовью. Он говорит, любите намеренно. Love, a church that is united, loves intentionally. Церковь, которая объединена, она любит намеренно, она полна любви. Чтобы сохранить единство церкви, каждый верующий человек должен любить намеренно. Я знаю, что у нас написано, имейте ту же любовь, но то, что Павел именно хочет подчеркнуть, это любить всех одинаково и intentionally, намеренно. Любовь здесь, это слово агапы, которое мы все очень хорошо знаем. Это обозначает безусловная любовь. Это та любовь, которая любит и принимает, несмотря на то, какой человек. В народе у нас есть пословица или поговорка, мы говорим, сердцу не прикажешь. Если мы говорим на эмоциональном уровне, то да, ты сердцу не сможешь приказать, потому что не все одинаково привлекательны. Кто-то красивее, кто-то добрее, кто-то лучше друг. Но именно агапы – это любовь воли, а не чувства или привлекательности. Поэтому Павел говорит, любите намеренно, всех одинаково. Это намеренное решение искать добра каждому человеку. Посмотрите в Римлянам 12.10, новый русский перевод, чуть-чуть его лучше переводит этот стих. «Любите друг друга братской любовью, стремитесь оказывать уважение друг к другу». В 1 Иоанна 4 главе есть одна очень сильная мотивация или объяснение тому, почему мы можем любить. 7 по 11 стихи Иоанн говорит, «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Вот это мотивация. Я могу любить намеренно, потому что я от Христа, и Христос есть любовь, и от меня это именно и ожидается. И разницы нет, человек самый лучший друг на свете или это с этим человеком у меня какие-то личные проблемы. Призыв Писания Духа Святого через апостола Павла о том, чтобы любить всех намеренно, делать это решением. Наше мышление, во-первых, должно быть движимо любовью. Второе, что поможет нам быть единым, это жить в гармонии. Церковь объединенная, она живет в гармонии. Церковь, которая имеет одно мышление, она всегда будет жить в гармонии. Это мы видим во фразе «Будьте единодушны». Греческое слово, здесь очень интересно, это «сумсукос». Буквально значит «одна душа» и говорит о гармонии или согласии. Практический пример этому является симфония. Симфония, которая, кстати, берется от корня этого слова. Представьте себе оркестры, симфонические оркестры, где барабанщик потребует всегда соло или он никогда не будет вступать, когда дирижер махает палочкой, а будет вступать, когда ему захотелось. Ну, он же захотел. Он хочет играть, когда именно он захочет. Такого человека долго терпеть не будут. Его уволят. Почему? Ну, во-первых, это очень эгоистично. Ты не один в этом симфоническом оркестре. Во-вторых, это будет очень плохо звучать. Барабан не предназначен, чтобы он всегда соло бил. Нужно дать место другим инструментам. Музыканты, конечно, понимают, что каждому инструменту дано свое время играть. И если какой-то инструмент не вовремя вступит или он поздно вступит, то получится не симфония, а наоборот, какофония. Оно не будет хорошо звучать, а будет плохо звучать. Оно будет уши резать. И именно это Павел хочет и показать. Гармония и согласие – это одна из самых важных частей единства. Гармония по определению, она исключает личные амбиции, эгоизм, ненависть, зависть, ревность и множество других злых плодов себялюбия. Мне нравится, как Маккартер сказал в своем комментарии об этом стихе. Он сказал так. «Такое единство предполагает глубокую и страстную заботу о Боге, Его Слове, Его работе, Его Евангелии и Его народе. Никакие два христианина, независимо от уровня их духовной зрелости и знания Священного Писания, не будут понимать все совершенно одинаково. Но если ими управляют смирение и любовь, они будут по-настоящему едины Духом. Они не позволят несущественным разногласиям разделить их или помешать их служению Господу». Именно это, что значит иметь гармонию и согласие. Значит ли это, что мы просто всегда должны будем соглашаться с кем-то и говорить, ну хорошо, ты сказал, это твоя идея, твое мнение, ты прав всегда, сто процентов, и не можем делиться своим, и у нас нет голоса? Конечно, нет. Но когда есть возможность уступить, когда у нас есть возможность не проявить свое мнение, свои идеи, себя самого, то мы призваны это делать. Кто-то хочет сесть на ваше место, это супер практический пример, дайте им сесть на ваше место, вы за него не заплатили. Я думаю, может быть, вы к нему привыкли, конечно, или ваша парковка, где вы привыкли всегда становиться, может быть, кому-то нравится ближе, кому-то дальше становиться. Вот это уже просто практически проще нету этого. Друзья, когда возможность есть уступить, мы призваны это делать. Не держаться за свое, а показать смирение и любовь. Именно это мы видим, если будем дальше читать во второй главе филиппийцам, доказательство тому, или пример, самый лучший пример, как быть единым, как думать и ставить других людей выше себя. Это мы видим в Иисусе Христе, который не держался за свою славу, который не держался за небо, но он в смирении отпустил это, пришел, стал человеком на эту землю, чтобы умереть за нас, грешников. Друзья, наше мышление, наш майнсет, оно должно быть движимо гармонии и согласии. И в третьем, наше мышление должно быть движимо с сотрудничеством. Я назвал это partnership. У церкви есть две цели на этой земле. Первая цель – это помогать верующим больше становиться похожим на Иисуса Христа. И вторая цель – это делать новых учеников, чтобы они учились быть больше похожим на Иисуса Христа. И часто верующие, мы впадаем в такое искушение, думая, что наша жизнь на этой земле, она для нас самих. То есть Бог меня поместил на этой земле, и я буду просто выжимать из нее все соки, которые возможны. Друзья, мы не здесь для того, чтобы себя показать, себя проявить, вырастить наш бизнес, как-то показаться, оставить какой-то след после себя, чтобы нас помнили. А наша цель – показать Христа. Мы здесь не для того, чтобы посетить все страны мира, испытать все возможные vacations, которые есть, но у нас есть цели. И мы сами никогда эти цели не достигнем. Вот почему нам дана церковь. И наше мышление, наш настрой, наш майндсет должен быть настроен на сотрудничество. Не я сам, а давайте вместе. Например, в Висянам 4, 12, 13, отличный стих, пример тому, что мы призваны, или церковь создана для того, чтобы развивать христиан. К чему? Даны были апостолы, и духовные дары, и учителя, и разные люди. К совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Вот приказ, вот цель. Наша цель вырасти или созидать тело Христова, пока мы все не придем в единство веры и познания Сына Божия. Один человек не может это все сделать. Нам, мы каждый должны это делать. Ты это помогаешь чуть-чуть, ты там это помогаешь, она помогает, он помогает, и все вместе одной командой, одной общиной мы достигаем этой цели. Вот почему Дух Святой дал каждому свои дары. Недавно у меня был один откровенный разговор с одним братом, и я говорю, что я тебе желаю, чтобы у тебя ты нашел свое служение в церкви. Он говорит, у меня уже есть одно служение. Я говорю, я имею в виду не то, что ты способен натурально делать, а то, что тебе Дух Святой дал, когда ты стал верующим человеком. Потому что ты можешь иметь натуральные дары, с чем ты родился, но есть специальный духовный дар, который тебе лично Дух Святой дал для того, чтобы созидать тело Христа. Если один человек этим занимается, а остальная церковь нет, церковь будет хромать. Поэтому наше мышление должно строиться на все вместе, а не я сам. Также в Матфея 28 глава, очень знакомое место в 19 по 20 стихи, Иисус говорит великое поручение. Идите, делайте, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Идите, делайте учеников. Один человек не может пойти и делать миллионы учеников. Нам всем этот приказ. Мы все должны работать вместе и единодушно сотрудничать, чтобы Церковь Божия росла, чтобы Царство Божие развивалось. Мы все вместе. We're all in the same boat. Если ты верующий человек, ты говоришь о том, что тебя Бог изменил, то этот призыв к тебе. Друзья, представьте себе такую церковь, которая имеет именно такое мышление, которая церковь думает, они все, может быть, не согласны, как именно некоторые детали выглядят, второстепенные или третьестепенные, но все движимы одним мышлением. Мы будем, во-первых, стремиться к сотрудничеству, мы будем жить в гармонии и мы будем намеренно любить. Когда это в Церкви есть, я просто не представляю, когда это в совершенстве есть, какая сильная и мощная эта община будет. Сколько добра можно сделать в этом мире и сколько можно вообще перевернуть весь мир или местность, где эта церковь находится. Друзья, это очень-очень серьезно. Писание призывает нас иметь правильную мотивацию и правильно мыслить, иметь правильное мышление, чтобы развивать это единство. И последняя характеристика объединенной церкви говорит о том, как именно на практике это единство и одно мышление выглядит. Павел говорит, хорошо, я объяснил мотивацию, я объяснил, что вам нужно думать то же самое или иметь то же самое мышление, а теперь давайте поговорим о том, как практически это выглядит. Так как по-английски говорят where the rubber meets the road, где резина бьет об асфальт, где вот все знания наконец-то могут практиковаться. Когда церковь мотивирована Евангелием и тем, что Бог сделал в ее сердце каждого человека, каждого члена, когда у церкви правильное мышление, то такая церковь, она готова принимать неестественные решения. Что я этим имею в виду? Почему они неестественные? Потому что то, что Павел здесь приводит в пример, оно не натурально и неестественно для нас приходит. Для нас это будет очень тяжело. Наша греховная плоть, она готова бороться за свою правоту, за репутацию. И нам не хочется вообще, нам это неестественно смиряться. Но после такого наставления и корректировки Павел призывает церковь делать что-то немыслимое. Посмотрите на 3-4 стихи. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренному мудрю почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Мы видим здесь, что Павел приводит два негативных и два позитивных действий, которым объединенная церковь должна и будет стремиться. Она должна и она будет стремиться. Если есть правильная мотивация, если есть желание служить Христу, слушать Его волю, если есть одно мышление, то оно к этому приведет. Первое, на что готова объединенная церковь, она готова на то, чтобы отвергать эгоизм. Отвергать эгоизм. У нас стоит здесь устаревшее слово, любопрение, что значит или излишнее, искусственное старание, стремление как-то выделиться, а также есть второе значение, которое говорит, что это склонность к спорам, дискуссиям, любовь состязаться в спорах или дискуссиях. Тут и первое, и второе подходит. Почему? Потому что эгоист, который хочет себя как-то показать или показать, что он что-то знает или что-то значит, он никогда не сможет не поспорить. Корень слова, здесь очень интересный, в оригинале использовали для наемников. Mercenaries. Это были солдаты, которые себя отдавали и нанимались в те армии, где больше платили. У них не было своей страны или они не стояли за свою нацию. Кто больше платил, за того они и воевали. Почему? То есть они делали для своей выгоды. И позже это слово начали использовать для тех людей, особенно в политике, которые хитро стремились подниматься по ступенькам всякими несправедливыми путями. суть не в значениях слов, а суть такая. Павел говорит, если вы стремитесь к единству, понимая, что это важно и нужно и требуется Богом, то вы не можете делать ничего с чувством и целью как-то выделиться, получить какую-то выгоду, как-то себя показать. Наоборот, тот, кто это делает, тот, кто эгоист в церкви, тот, кто думает как-то себя показать, как-то выделиться или ищет какую-то выгоду, тот человек разрушает церковь и никак не помогает ей расти в единстве. Вспомните человека в вашем прошлом, кто всегда говорил о себе и своих достижениях. Может быть, это вы были сами до покаяния. Человек, который просто полон самого себя. Люди, которые проводят с таким человеком время, они не любят с таким человеком долго сидеть. Почему? Потому что этому человеку нет времени для других людей. У него нет внимания, у него нет внимания для других людей. Почему? Потому что только все о себе. Мы видим, что в 1 главе 17 стихе, что у Павла хватало таких людей даже в распространении Евангелия. В 17 стихе 1 главе он говорит, есть люди, которые проповедовали Христа, когда я был в тюрьме, а другие из любви. Извиняюсь, 16 стих. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих. То есть эти люди, вот это слово любопрение, где написано selfish ambition, эти люди, видя, что Павел находится в тюрьме, увидели свой шанс. Они говорят, ага, самый большой проповедник нашего времени сидит сейчас в тюрьме, и я сейчас ему помогу, или себе помогу, то есть. Его нужно опустить, а себя нужно поднять. И Павел, конечно, не цепляется за то, или его не цепляют за то, что люди проповедуют Евангелие, просто проповедуют Евангелие, или как-то его опускают. Для него самое главное, чтобы они проповедовали Евангелие, они делали правильное, но их мотивы были греховными. Они думали о себе и думали, как себя продвинуть в свое имя, вместо того, чтобы делать это для Царствия Божия, для самого Бога. Друзья, давайте проверим нашу жизнь, посмотрим, где есть эгоизм, где есть какие-то амбиции, то, где мы пытаемся где-то себя выделить, где мы стремимся к какому-то служению, потому что оно на сцене или оно где-то как-то показывается. Какая наша мотивация, снаружи это может выглядеть очень благородно и очень хорошо. А мотивации Бог видит. И то, что мы делаем, с каким сердцем мы это делаем, это самое главное. То есть церковь, которая объединенная, люди в этой церкви, которые хотят объединяться, они полностью отвергают эгоизм, они не хотят быть или много о себе думать, они это полностью отвергают и наоборот ищут смирение. Второе, что они отвергают, это тщеславие. Объединенная церковь, она отвергает тщеславие. Ничего не делайте по любопрению и также ничего не делайте по тщеславию. Эти слова, они очень близки по значению, но это подчеркивает пустое или завышенное мнение о себе. Представьте, себя это как тот шарик, который вы надуваете на день рождения или какой-то декорации, и вы даже можете его наполнить гелием, и он взлетит, и он будет легко парить высоко, и он занимает даже, можно большие шары надуть, и он может много места занимать, но стоит всего лишь в нем сделать дырку, проткнуть его, и вся эта напыщенность, она просто сдувается и становится маленьким куском резины. К сожалению, такие люди в церкви тоже бывают. Те, кто обманываются своим самозначением, они думают, а почему его выбрали, а не меня? Почему он всегда, а не я? Почему ей предложили, а не мне? У меня же лучше как-то получается, мои силы какие-то есть, или идеи? Что-то он слишком видны. Надо дать другим шанс послужить, где под словом другим они подразумевают себя. Интересно то, что люди такие, они не будут это делать в присутствии пастырей, или служителей, или на членском. Обычно это сплетни, обычно это какие-то разговоры сзади спины у кого-нибудь. А ты видел, а ты слышал, а ты знаешь, и вместо того, чтобы стремиться к единству, вместо того, чтобы стремиться к смирению, люди напыщенные ищут своего самозначения. Мы говорим, что такой человек сильно много о себе возомнил. И такой человек никогда не сможет стремиться к единству, потому что его приоритет он сам, а не Церковь Божия. Друзья, наша цель на этой земле не показать себя, а показать Христа и его любовь через служение друг другу. Мне кажется, как один очень давно жил один проповедник, который сказал так, я уже не помню его имя, но очень запоминающаяся цитата, он говорит live, preach the gospel, die and be forgotten. То есть цель жизни какая? Жить, чтобы проповедовать Евангелие, умереть и быть забытым. Это цель верующего человека, он жил этой мотивацией, этим лозунгом. Третье неестественное решение, оно исходит после того, как человек отвергает эгоизм Мячеславия, он делает еще что-то еще тяжелее, он считает других важнее себя. Это мы видим в третьем стихе, по смиренному мудрю, почитайте один другого выше себя. Если эгоизм связан с завышенным самомнением, то когда христианин имеет смирение, когда он понимает, что Бог для него сделал, что у него есть правильная мотивация, и он движен правильным мышлением, то у человека это есть силы делать что-то необычное, считать других намного важнее, чем самого себя. В 18 веке был один пастор, которого звали Джонатан Эдвардс, я уверен, многие из нас о нем слышали. У него была своя церковь на том побережье, и однажды, когда он проповедовал, в его церкви обвалился балкон. И пока его чинили, то именно пастору и его команде пришлось решить одну очень важную дилемму, где и как рассадить всех людей. Но проблема была не в том, что люди просто хотели сидеть, где они сидели, потому что люди очень сильно держали за свои места на то время. Даже так, как и сегодня может быть. Но в то время люди даже платили за свои скамейки, за свои места, и богатые сидели на передних рядах, это было самое важное, самое почетное место, а если ты бедный, то ты сидел на балконе. Сейчас, я думаю, даже наоборот бывает, люди, никто не хочет сидеть впереди, но такая была история у них. И когда Джонатан Эрвард после долгого раздумья представил свою идею, представьте себе, балкон, много места, не ушли, теперь нужно как-то рассадить людей здесь внизу, и он говорит о том, он хотел рассадить людей в разброс, бедных и богатых, самое главное, чтобы пожилые люди сидели впереди, чтобы они могли слышать хорошо, а те, кто помоложе, могли садиться дальше, но, однако же, чтобы это было в разброс. Когда церковь это услышала, то у них получился очень сильный раздор, и у них на этом появилось, на этой почве очень появились сильные раздоры, сильные конфликты, сильные разногласия, и самые главные люди, которые это толкали, которые имели конфликт, это были богачи, те, которые держались за свои места, те, которые считали, что у них их скамейка это и скамейка, и как может с ним бедный человек сидеть? Вот что значит, когда люди не считают других важнее себя. Посмотрите, как Павел о себе думал, именно он говорит в Ефесянам 3,8, «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово». Павел жил тот же самым лозунгом, как и тот проповедник давным-давно. Его самая главная цель была проповедовать Евангелие язычникам. Он говорит, «Я самый наименьший». Если вы исследовать будете жизнь Павла, то он будет говорить много раз о том, как он гнал церковь, что ему стыдно за это, что он считает себя самым меньшим и низким. И это правильное понимание и видение самого себя. другие люди важнее, чем я. Они имеют больше value, ценность, чем я. Именно так показывал Иисус Христос, когда Он пришел на эту землю. Все исходит из мотивации. Если правильная мотивация, правильное мышление, то практическая жизнь будет правильная. Друзья, вот наш тест. Если в практической жизни у нас нет единства, если мы полны эгоизма, если мы сплетничаем и как-то разбрасываем зло, вместо того, чтобы стремиться к единству и может быть даже останавливать сплетни или как-то говорить, не, не будем об этом говорить. Или, если есть реальная проблема, преподнести ее к служителям, друзья, то это именно к чему нас призывает Писание. Мы должны жить пониманием о том, что есть люди, которые вокруг меня, они намного важнее, чем я. Я должен отвергать эгоизм, отвергать свою тщеславие. И последнее неестественное решение церкви, настроенное на единство, это забота об интересах других. Оно просто как будто хуже и хуже становится, да? Это вообще неестественно. Ты должен отвергнуть эгоизм, вообще о себе нельзя думать, отвергать, нужно тщеславие, какую-то славу себе искать, считать других еще важнее, чем ты, и при этом заботиться об интересах других людей, которые находятся вокруг тебя. Это точно то, что идет против нашего естества. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Вы скажете, да мне и заботы о себе хватает, да у меня сколько проблем, еще нужно тратить сил, ресурсы, деньги, внимание на заботы других. Да, именно это говорит апостол Павел, и даже выше Дух Святой говорит через апостол Павел сам Бог. Тут очень интересное слово, которое Павел использует для заботиться, look out for, это слово скопео, и мы видим это слово очень ярко в двух наших современных словах, scope, microscope, telescope, смотрите, да, и это значит глубоко всматриваться и замечать что-то. И если мы берем нашу жизнь, и мы берем этот метафорический микроскоп, и мы глубоко изучаем наши личные проблемы, то что мы делаем? Мы замечаем, что нам мешает в жизни расти, мы замечаем наши провалы, отношения, и мы сосредотачиваемся на них, мы смотрим, всматриваемся в наши детали нашей жизни, потому что для нас это важно, нам нужно. А потом мы берем телескоп, и мы смотрим далеко в будущее, мы смотрим и пытаемся угадать, что ждет нас впереди, мы пытаемся к этому подготовиться, мы молимся об этом, обсуждаем об этом, мы делаем свой research какой-то, это нам легко, очень легко, но Павел призывает нас, он говорит, знаешь, нужно тебе иногда, а даже больше, чем иногда, брать этот микроскоп и телескоп, и обращать его на людей, которые находятся вокруг тебя. Призыв Павла заключается в том, чтобы через смиренно-мудрие заметить нужды человека, проблемы человека, заботы тех людей, которые находятся вокруг нас, а потом взять этот телескоп и увидеть, как им можно в этом помочь, как им можно помолиться, ободрить их. от нас зависит быть внимательным, замечать, от этого зависит присутствие, или присутствие от этого, наше присутствие, оно очень важно для этого. Если мы не находимся вместе, мы никогда не увидим нужды, мы никогда не увидим заботы, мы никогда не увидим провалы или какие-то проблемы, где-нибудь, где мы можем помолиться, помочь как-то брату или сестре. Друзья, это как выглядит практическое единство. Сколько в пропорции, если мы будем сравнивать наше время, сколько в пропорции мы замечаем наши нужды и заботы, а сколько мы замечаем нужды и заботы других. Заметьте, что Павел не говорит, что нельзя о себе. Он говорит не только каждый заботся о себе, но каждый и о других. Наша жизнь должна быть характеризована тем, что мы замечаем друг друга и помогаем друг другу в этом. Друзья, именно так мы боремся с разделениями, с раздорами, с плетнями, когда мы имеем единство. Когда я понимаю, как я могу стремиться к единству, что оно вообще значит, и когда я практически применяю эти истины в моей жизни, когда я отказываюсь от своего «я» и вижу ценность своих братьев и сестер, которые часть моей церкви, то церковь растет, в церкви разрабатывается единство. Это не указано то, что у нас какие-то проблемы, еще раз, но это предупреждение о том, что если мы слишком будем комфортны, если нас будет удобно, если мы неаккуратны, если у нас нет этой цели перед глазами, то опасность разделения, раздоров, разногласий может оказаться реальностью, мы должны быть на чеку. Вопрос всем нам, в чем я могу исповедоваться, у нас будет искушение всегда смотреть на других и сказать, вот у него такие проблемы, он не ищет других забот, он не смотрит на то, чтобы помочь кому-то, он о себе сильно много возомнил. Но, друзья, Писание призывает нас смотреть на себя, сделать честный анализ своей жизни, оцени свое стремление к единству, что характеризует твою жизнь, какие-то персональные амбиции, стать каким-то человеком важным, вести какую-то конференцию, проповедовать на ней, быть лидером какой-то группы, понимаешь ли ты, зачем нужно единство и как оно достигается. Если у нас, я думаю, это одно из самых опасных вещей в церкви, слабость в распространении сплетень, готов ли ты уступить свои мнения и идеи другому, ищешь ты, как можно позаботиться о нуждах других людей вместо своих, находишься ли ты вместе со своими людьми, как мы ответим на эти вопросы, покажет, насколько мы стремимся к единству. Самое главное, нам надо запомнить, что единство без Христа, оно невозможно, самая главная мотивация, мы находим в Евангелии. Писание нам говорит, что мы только сможем это делать, когда у нас есть яркая картина того, что Христос сделал для нас на кресте. Именно это значит, показывает нам, как мы можем жить Евангелем. На кресте Христос сделал что-то невероятное. Он не только спас нас и дал нам прощение грехов и вечную жизнь, но Он также соединил нас с Ним, а также соединил нас с каждым верующим в Него. Мы одна большая семья. Я могу это делать, потому что Он это сделал для меня. Пусть Господь благословит нас и поможет нам соблюсти Его призывы. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Господь, я благодарен за Твои истины, о том, что Ты сделал так много для нас. Мы уже о Евангелии слышали и воскресении слышим и это напоминание сегодня, Господь. Спасибо за Твою любовь к нам, за Твое утешение, за общение Духа, за то, что Ты нам показываешь милосердие и сострадательность. Господь, за то, что Ты смирился и не держался за ту славу, но Ты пришел и умер на этой земле за грешников, людей, которые просто ненавидели Тебя и воспринимали Тебя ни во что. Господь, Ты являешься самым большим примером того, как нам это показывать и делать в своей жизни. Господь, наша церковь прекрасная, наша церковь здоровая, наша церковь, у нас есть много чего, у нас есть хорошие братья и сестры, но Господь, если мы будем неаккуратны, Твое слово призывает и предупреждает, что раздоры, конфликты, они придут и они просто сожрут нас. Господь, не дай нам впасть в это искушение, не дай нам думать о себе больше, чем нам нужно думать, дай нам Господь помнить о том, что нужно думать и замечать нужды других, отвергать эгоизм, отвергать тщеславие и через это Господь строит Твою церковь. Помоги нам в этом, Господь, пусть Твое имя будет прославлено. Аминь. С миром. С миром. Продолжение следует...